Привет, бои-скауты! С вами Кьюбейт! И вам могло показаться, что название этого ролика слегка кликбейтное. Ну какой еще самый большой набор лего в мире вот у меня? Но на самом деле это правда. Это коробка самого большого в мире лего набора на данный момент. Вышел он совсем недавно, 1 октября. Держать его не так просто, потому что весит он 13 килограмм, и это тысячелетний сокол. Ну или сокол тысячелетия по Звездным Войнам. Знаете, мне даже как-то страшно к нему подходить, потому что это настолько большой набор, что я пока не представляю, как я его буду собирать. То есть он очень большой, и там столько деталей, что я просто не могу представить, сколько времени и сил идет на то, чтобы его собрать полностью. Но я уверен, что это будет увлекательная сборка, и я обязательно в конце ролика, или когда я его соберу, скажу, сколько часов я на это потратил, было это тяжело или не тяжело. Потому что я собирал довольно большой набор Porsche, тоже от лего. Он был не такой большой, далеко не такой большой, коробка была все-таки объемной, но деталей там гораздо. То есть этот набор он супер тяжелый, потому что деталей там огромное количество. Вы сейчас вот здесь видите точную цифру, сколько там деталей. И Porsche было действительно тяжело собирать, непросто, но это было очень интересно, это был новый опыт, потому что под... Это вообще был мой первый лего техник набор. Это же что-то новенькое. Нечто поистине бесценное. И давайте эту красоту распакуем. И вот этот огромный набор уже на столе. На самом деле на камере он кажется не таким большим, но он толстенький, посмотрите. Вот так он выглядит. Сейчас мы быстро его распакуем, посмотрим, что там внутри, сколько там пакетов. Честно говоря, я не смотрел никакие другие обзоры, не текстовые обзоры, так что я понятия не имею, что там находится. Открывается он с двух сторон. Я открою с одной, чтобы лишний раз ничего не отрезать. К сожалению, вот это... Здесь у нас выпала инструкция. И она безумно огромная. Она настолько огромная, что... Они сделали... Оу, офигеть! Она настолько огромная, что они здесь ее закрепили кольцами, потому что, ну, сделать, как-то стягивать, склеивать это, пришивать это было бы неудобно. И, возможно, бы порвалась. Она супер пузатая. Вы посмотрите на это. Я не знаю, сколько здесь страниц. Можно посмотреть, открыть последнюю, например. Я не знаю, есть номерация. 466 страниц огромных. Это самая, наверное, вообще большая инструкция, которую я когда-либо видел в своей жизни. Она очень большая. Далее вместе с инструкцией у нас выпали наклейки. Я не знаю, один это лист или два. Вот, посмотрите. Их не так уж и много для такого огромного набора, так что я думаю, что это еще не все наклейки. Может быть, что-то будет попадаться... Вау! Офигеть! В общем, здесь все структурировано, типа, как, не знаю, какой-то шкаф, потому что здесь полки идут. Это просто что-то невероятное. Вот такое я вижу впервые в LEGO. Я уже рассказывал о том, что набор LEGO Porsche был очень круто оформлен. Там все было действительно красиво. И в дизайне таком, знаете, автомобильном здесь же сделали еще круче и пошли дальше. Давайте я все это достану и пооткрываю. Итак, начинаем скрывать первую коробку. Я думаю, что она первая, потому что она была выше, и ее, ну, достать было проще. И, видимо, я ошибся, потому что это тринадцатый номер. Да, тринадцатый. И, возможно, там еще будет дальше, дальше. А, нет, шестой. А, это девятый, да? Девятый. А, нет. Это как раз-таки шестой, все верно. А, нет, вот смотри, семнадцатый. Последняя партия. О, кстати, даже ни один пакет не упал со стола. Это удача. Это все пакеты, которые были здесь в комплекте. Я не знаю, какой последний. Возможно, что-то около двадцатого. Потому что, ну, максимальное число я видел именно это. Но я не уверен. Фух. Ну, а теперь самая трудная задача. Его сомнение. Да, я наконец-то собрал тысячелетнего сокола. Ну, или сокола тысячелетия. Вы называете, как вам удобнее. На этом мне потребовалось несколько дней. Я испытал сразу несколько степеней удивления, скажем так. Потому что, когда я его получил, эту коробку, я был в шоке. Разумеется, любой человек был бы в шоке. Такой, вау, это самый большой в мире лего-набор. Он огромный. Коробка огромная. Тринадцатого грамма. Это что-то вот невероятное. Потом я распаковал его. Вы это уже видели в начале ролика. Распаковал. И я такой, хм. Но здесь не так уж и много деталей. То есть, наверное, это можно будет быстро собрать. Я думал, что гораздо больше, на самом деле. Я думал, что вся коробка, она забита деталями. Но, на самом деле, коробка оказалась самотяжой. То есть, этот картон. Инструкция очень большая. Ну, и там различные всякие штуки. То есть, деталей не так много, как я предполагал. Потом я такой думаю, окей, быстро соберу. Но, в итоге, я не очень быстро собрал. Потребовалось около 20 часов. Если вам интересно. Разумеется, если бы я собирал компанией, было бы быстрее. Если бы я собирал, например, без перерывов. Вот, знаете, собирал, собирал, собирал. Там несколько ночей не спал. То тоже было бы, наверное, быстрее. Но я делал вот так. То есть, я делал порциями. Плюс, в это время, я еще выкладывал ролики на два канала. Поэтому, естественно, это подзатянулось. Ну, и еще раз, несколько раз я удивился. Когда собирал этого сокола. Потому что, когда ты собираешь его. И ты понимаешь, насколько он становится огромным. Это какое-то неимоверное счастье. И удовольствие смотреть на это. Потому что, я такой, ну, думаю, ладно. Он примерно такой. Потом я такой, вау, он вот такой. Сейчас я его покажу. Правда, один раз, когда я его поднимал во время сборки. Чтобы там кое-что прикрепить. Он у меня немного упал. И немного развалился. Мне потребовалось минут, наверное, 20, чтобы его подсобрать. Все детали вернуть на места. Но, мое сердце тогда на секундочку остановилось. И это было... Это было что-то. Всего лишь раз я видел такую силу. Знаете, это однозначно приятное чувство держать в руках самый большой в мире лего набор. Это вот что-то такое, знаете, за гранью. Это очень крутой опыт для меня. Потому что, ну, собрать... Собрать вот такое... Ну, не каждый, наверное, сможет. Ну, сможет-то каждый. Но не у каждого есть такой шанс. Но скажу по секрету, лишний раз его поднимать и брать на руки я уж точно не хочу. После того, как он немного развалился. Да и вообще, это очень страшно. Потому что он не такой уж, знаете, и сплоченный. То есть, он такой довольно хрупкий. И я боюсь его вообще уронить и разбить. Тем более, что это не мой набор. А мне его дали вот на обзор, можно сказать. Ну что, меньше слов, больше дела. Давайте приступать к обзору. Я сегодня подготовился. Плюс я взял кое-что, с чем можно сравнить этот сокол тысячелетия. И, конечно, мы сейчас посмотрим и инструкцию, и мини-фигурки, и сам набор. То есть, сам сокол. И, в общем, поговорим о некоторых деталях. Погнали! Мне будет приятно, если вы поддержите лайком. Возможно, это даже первый обзор на русском. Вот этого красавца. Перед тем, как мы начнем смотреть набор, я предлагаю пару минут уделить, буквально пару минут уделить инструкции. Потому что это тоже очень важная часть. Хочу сказать большое спасибо тем, кто разрабатывал этот набор. Потому что они сделали кольца, и это очень удобно. Я хотел бы, я как человек, который собрал, наверное, ну, десяток, а то и больше наборов лего. Да, наверное, несколько десятков наборов лего. Хочу сказать, что это очень удобно. И я хотел бы такое видеть в каждом лего-наборе. Потому что, ну, вот, если вы даже один раз собирали, вы знаете, что когда вы открываете инструкцию лего. Например, собираете, то она у вас частенько закрывается. Бывает такое, что и новые, ну, там, в смысле, и маленькие наборы, и большие наборы. Инструкции просто захлопываются и приходится их там, знаете, как-то, например, там, ну, книжку подложить, чтобы она не падала и так далее, то есть ее немножко прикрыть. Вот, здесь же это сделано удобно и вот с такими кольцами собирать гораздо удобнее и комфортнее. Окей, мы с вами начинаем, здесь у нас изображен сам Тысячелетний Сокол, в принципе, ничего интересного, сразу листаем дальше. Первая страница у нас рассказывает о команде LEGO Star Wars, которая разрабатывает все наборы LEGO Star Wars вообще. Она основана была в 1999 году, именно компания, ну, именно команда, вот видите, здесь написано команда LEGO Star Wars, которая разрабатывает все наборы, именно Star Wars линейки. Следующая страница, это у нас сам Тысячелетний Сокол и, конечно, немного информации о нем, то есть это такая небольшая его история и это конкретно по вселенной Звездных Войн, то есть это не леговский Тысячелетний Сокол, а именно вообще общая о нем информация. Здесь есть даже его оригинальное название, которое, черт вы говоришь, вот могу, кстати, прикрыть немного засвет, чтобы вы посмотрели этот прекрасный арт. Дальше у нас идут концепт-арты, здесь у нас схемы, вот тоже все это здесь есть прекрасные, вот, небольшие такие миниатюры. Вы знаете, что когда снимали LEGO Star Wars, вообще раньше, когда старые фильмы снимали, часто использовали какие-то миниатюры, маленькие модельки, чтобы все подснять, потому что, ну, графика была не на том уровне, как сейчас, не на таком передовом. То есть и даже при съемках «Назад в будущее» тоже использовали маленькие такие металлические модельки DeLorean. Идем дальше, здесь у нас факты, характеристики о Тысячелетнем Соколе, не о LEGO-версии, а просто о Тысячелетнем Соколе. Далее у нас следующая страница уже говорит о том, как снимали Тысячелетний Сокол и сцены с ним, то есть, видите, здесь огромная такая модель, ее на синем фоне подснимали, потом синий фон убирали и, в общем, вставляли это в фильм. Здесь очень много текста, так что останавливайте и используйте. Кстати, забавный факт, что здесь, видите, используются различные, то есть, дизайны классического НЛО и, в общем, вдохновлялись НЛО. И здесь же тоже говорят о том, что они использовали LEGO NLO детали, LEGO Space UFO, вот, видите, серия была. И из этой серии как раз-таки некоторые детали брали и использовали в Тысячелетнем Соколе именно в первой версии. Ладно, идем дальше. Здесь у нас тоже, видите, концепт-арты, все замечательно выглядит. И следующая страница уже рассказывает о истории Тысячелетнего Сокола в LEGO. Кстати, ему получается уже 17 лет, потому что первый Тысячелетний Сокол появился в 2000 году, то есть, через год после основания вот этой LEGO Star Wars команды. Одна из самых удачных была вот в 2004 году, то есть, такая передовая, можно сказать, то есть, она была, ну, действительно, одной из лучших в то время. Потом у нас появился огромный Сокол 2007 года. Там было 5197 деталей, это реально огромный набор. Этот, конечно, побольше, в этом 7500 деталей, но это тоже очень много, вы представьте. И как разрабатывался дизайн Сокол, в общем, много действительно интересной информации, которую вы наверняка узнать можете только здесь, в этой инструкции. В общем, инструкция сделана на славу, я вообще люблю такие вступления. Ну и последние тоже различные концертарты, видите, со схемами. И вот здесь уже идут наборы, ну, то есть, сборка набора. Кстати, вот здесь можно поэтапно посмотреть, как он становился больше, это интересно. И всего здесь, вот, смотрите, как он увеличивался, всего здесь получается 17 пакетов. Я почему-то в распаковке сказал 20, я не знаю, где я заметил цифру 20, но их 17. Но это все равно очень даже много. И вот последнее, это, наверное, вообще самая важная страница в этой инструкции ever, потому что здесь показано, как правильно брать этот Сокол. Его нужно подхватывать, а не брать за края. Дело в том, что когда я его немножко уронил, я не брал его за края, я не настолько глуп. Вот, я брал его за середину, он не был таким большим, разумеется, там был в основном только такой скелет, но немножко уже, знаете, обложен деталями. Я его взял за основание, как я его раньше брал, но он оказался немного тяжелее, и у меня руки соскочили с детали. И, в общем, он немножко упал, ну, где-то с такого расстояния, то есть он немножко упал, но из-за того, что ударился, детали верхние послетали немного. Пришлось их снова заделать, но я уже об этом говорил. Вот, а его нужно подхватывать, и тогда, ну, как бы он держится нормально. Все равно страшно, все равно очень боязно его поднимать, но так действительно безопасней, гораздо безопасней. Перед вами на столе 7500 деталей лего, собранных в одном тысячелетнем соколе. Естественно, это больше выставочный образец, это не игрушка, то есть, ну, нет, конечно же, я могу взять его вот так приподнять, побегать с ним по квартире, типа он летает, но это будет максимально странно и даже небезопасно, как и для сокола, так и для меня. Так что этого я делать не стал. Но этот сокол, вы сами понимаете, что это выставочный экземпляр, у него есть даже своя табличка, как у большого такого коллекционного набора, и он просто должен где-нибудь стоять красиво, и его иногда нужно протирать от пыли. Но, безусловно, это крутейшая штука, но даже я не знаю, куда я мог бы поставить его у себя дома, потому что, ну, столько места под этого красавца попросту нет. Есть еще вот такая заменяемая деталь, если вы знаток вселенной Звездных Войн, или вы хотя бы просто смотрели эпизоды, вы знаете, что это такое. Это у нас заменяемая антенна, то есть, эта антенна старая, она поворачивается, из старых эпизодов в шестом эпизоде она пропала, ну, скажем так, ее снесли. И вот эта новая антенна, которая появилась уже в седьмом эпизоде. Можно заменить, можно сделать, ну, конечно, это смотрится гораздо круче, поэтому пока она стоит здесь. Но я покажу, как можно заменять, это делается очень просто. Далее, да, здесь у нас есть мини-фигурки, мы их тоже поподробнее посмотрим чуть попозже, под конец уже. И давайте глянем, что с этого сокола можно снять для начала. То есть, естественно, многие элементы, они снимаются для того, чтобы оголить, скажем так, различные отсеки. То есть, этот набор отличается от того, что было раньше, вот тот, помните, большой набор, который я показывал. 2007 года. Они отличаются тем, что у этого еще есть и крутой интерьер проработанный. А у того вот такой особенности не было. Здесь у нас, скажем так, крыша с пушками. Крыша. Я как-то выговорил странно. Дальше мы можем снять, например, вот эту часть. Но вообще, на самом деле, лучше как-то по порядку. Ну, окей, мы снимаем, может быть, вот так сначала. Аккуратненько все это делается. Да, все это снимается, то есть, это я не отделяю детали, а это очень, видите, легко снимается. То есть, прям, бэмс, отсеки убираются верхние. Вот это тоже снимается. Вот, наверное, антенну, наверное, сначала нужно его снять. Ну, ладно, видите, постепенно он открывается, и вы видите все больше и больше деталей. Естественно, вот здесь еще можно снять. Три отсек. Сейчас, да что ж такое, как там? А, это, это вот такая огромная деталь большая. И вот уже перед вами сокол, который без верхней части, без верхней этой брони. Это делается буквально 20-300 секунд, то есть, вы все это легко снимается. Вы сами видели, что они не очень крепко закреплены. То есть, вы, например, раз подняли, здесь подняли, ну, там, я немножко подсоединил и так далее. То есть, ну, это делается очень быстро. Это как плюс, так и минус этого набора, потому что, плюс это, конечно же, то, что вы можете открыть и посмотреть интерьер. Вы можете поставить сюда мини-фигурки, это очень круто. И если это убрать, то половина крутости, вот, и восхитительности этого набора пропадает, потому что интерьер это очень важно. И внутренняя вся его часть. Но в этом есть и минус, то есть, если, там, не знаю, ну, упадет он, то он по-любому разобьется. Но, то есть, это все не очень крепкая конструкция. Хотя, я не думаю, кто будет там его переворачивать или еще что-то с ним делать. То есть, он будет стоять на полке, так что, вряд ли это какой-то сильный минус. Но здесь, под антенной, находится главный отсек корабля. Здесь у нас есть дополнительные места для членов экипажа. Плюс у нас здесь есть Дежарик, знаменитая игра из Звездных войн, вселенной Звездных войн. Далее здесь есть дополнительный тренировочный дроид. Есть, конечно же, отсек для починки. Ну и, в общем, сидение, знаете, там еще и спинка откидывается. В общем, все удобства. Там есть немного наклеек, есть немного принтов. В целом, разобраться в них, ну, нет никакого смысла. Но они здесь есть и выглядят действительно очень уютно. Ну, так как это было и в фильмах. В задней части корабля уже немного попросторнее. Здесь у нас есть арки. Не так много места занято. Плюс, конечно же, есть скрытый люк, который ведет под все вот эти подземные помещения. То есть он открывается, разумеется. Он, кстати, никак не закрепляется. Видите, деталь достал. То есть он здесь закрывается. Можно персонажа посадить при желании. Конечно же, если мы пройдем под этими тайными помещениями, мы пребудем вот прямо сюда. Прямо сюда мы пребудем. И здесь можем открыть секретный люк. Открывается он, кстати, с вашей стороны. Вот это делается как-то. И выпадает, в общем-то, пушка, которую можно прокрутить на 360 градусов, пострелять. Потом мы ее поднимаем, люк закрываем. И все. Он, кстати, держится там благодаря резиновым подкладкам. Он держится замечательно. То есть и сам не открывается никак. То есть даже если вы будете трясти сокола. Хотя не знаю, как вы это будете делать. Закрывается с вашей стороны. Опять же, мне неудобно сейчас показать. Но вы видите, это все на других кадрах. То есть очень красиво, лаконично, удобно. Ну и, кстати, стоит отметить, что именно вот с вашей стороны здесь открывается трап. Вы это тоже видите на других кадрах. Тоже очень простенько. Все это делается. Но это, естественно, для красоты. То есть поэтому трапа вы там пройти не сможете. Он открывается. Но, по сути, чтобы вам поместить сюда мини-фигурки, вам нужно, естественно, поднять все эти панели огромные металлические. Или не металлические. И уже рассадить мини-фигурки, как вы хотите. То есть здесь, в принципе, там дам детали. Там различные соединения. Там вообще основная конструкция вот здесь проходит, чтобы сокол, ну, держался. То есть все это на нем крепится на этой конструкции. Далее мы переходим к этому заднему отсеку. Здесь уже, как я сказал, попросторнее. Здесь у нас есть, конечно же, главный гипердвигатель. Можем его запускать с этих панелей. Плюс здесь есть арки. В одной из арок можно, например, персонажей поставить. Например, того же молодого Хана Соло и принцессу Лею. И Ситрипио на них будет смотреть. Что-то вроде этого. Тоже очень красиво. Ну, в общем, помещение просторное. Можно наставить кучу мини-фигурок. В принципе, что касается помещений, это все. То есть вот это помещение у нас, по сути, пустует. И здесь ничего нет. То есть вы можете сами что-то наставить. Оно ничем не занято. Даже если вы накрываете этими панелями, там еще очень много места. Так что сюда можно мини-фигурки точно ставить. Можно оборудовать как-то под себя. Здесь у нас есть, конечно же, кабина пилота. Еще здесь мы не посмотрели. Чтобы туда проникнуть, нам нужно снять вот эти вот стеклянные, стеклянную кабину. Снимается тоже довольно просто. Кстати, вот эта деталь, стеклянная полукабина, да, она уникальная. Тут, смотрите, есть, во-первых, принты. Во-вторых, она, ну, вот, прозрачная полностью. То есть это довольно уникальная деталь. Попадается, по-моему, только в этом наборе. То есть есть похожие в более мелких наборах, но все-таки не такая большая. Здесь мы можем усадить несколько мини-фигурок, разумеется, то есть это кабина пилота. Здесь в основном все действия происходят. Ну и, конечно, еще в отсеках. Но все-таки это самая важная практически часть. Вот здесь у нас есть тоже различные детали управления, панели управления. Там у нас есть различные датчики, но в целом ничего такого особенного и выдающегося. Кстати, забыл упомянуть, что когда вы снимаете вот эту верхнюю часть, то есть этот круг огромный, здесь у нас есть лазерная пушка, то есть, посмотрите, они огромные. Их можно, кстати, как хотите крутить, ну, практически на 360 градусов. И точно такая же деталь, с точно такой же пушкой есть снизу. Она абсолютно такая же, я не хочу сейчас поднимать его, переворачивать, потому что наверняка что-то отломится, что-то сломается, когда я это буду делать. Но просто поверьте мне на слово, там точно такая же деталь, точно с такой же пушкой. Она находится вот прям вот так сзади она висит. И там, кстати, тоже есть это стекло, то есть это такие люки для того, чтобы можно сбежать. Есть один сверху, ну или просто люки, и есть такой же снизу. И, конечно, что я еще хотел сделать, это сравнить сокола вот с этим шаттлом Кайло Рена. Я не знаю, куда его поставить, наверное, вот здесь будет видно. Просто сравните шаттл Кайло Рена и тысячелетний сокол. То есть, как они выглядели в фильме, и как они выглядят вот так. То есть, это по седьмому эпизоду вот такой шаттл Кайло Рена, на него есть обзор на моем канале, и всякая всячина, вот. И, ну вы просто сравните. Я могу даже немного, наверное, сокол подвинуть. Там есть опорные ножки, сейчас я их еще покажу, о них тоже расскажу. Но, ну вот просто этот масштаб, это офигеть. И как я заикнулся, у сокола действительно есть семь опорных точек. То есть, это такие небольшие ножки, их семь штук по всему кораблю. И именно они позволяют ему держаться на весу, скажем так. Потому что, ну вы представляете, вот такая огромная махина просто лежала бы на полу, было бы не круто. То есть, они служат, конечно же, как подставка, то есть, чтобы его немного приподнять на землю, и это выглядело красиво. Ну и, конечно, как то, что держит это все. То есть, если бы не опорные точки, возможно бы эта вся конструкция не выдержала. То есть, видите, вот здесь есть основание, она бы не выдержала, и все это попадало. Но эти точки помогают как держаться сокола, так и выглядеть ему лучше. Я думаю, за время обзора вы насладились деталями сокола. То есть, я немного подсниму различных кадров, надеюсь, это будет выглядеть красиво. Конечно, о каждой детали здесь нет смысла говорить, потому что он огромный. Я покажу еще как заменять легко антенну, то есть мы берем старую антенну, убираем ее точнее и ставим новую, то есть это делается очень просто, вот, раз, все, теперь у нас новая антенна, которая здесь раскладывается, но со старой выглядит лучше, то есть здесь бесспорно, я думаю, никто не станет говорить, что старая она не крута. Есть, как я уже говорил, табличка, ну а теперь давайте перейдем к мини-фигуркам, которые в этом наборе тоже не дурные. В этом наборе, чтобы убить двух зайцев, сразу поместили старую гвардию и новую гвардию персонажей из Звездных Войн, это, естественно, классические эпизоды, 6 эпизодов и новые эпизоды, которые вот появляются и появляются, и новый, это будет 8 эпизод. Давайте, наверное, возьмем старую гвардию, я их обожаю, так что берем их, первый это молодой Хан Соло, здесь даже объяснять нечего, это его классический образ, он знаком уже каждому, такие слегка рыжеватые волосы, ухмылка на лице, рубашечка белая, бластер в руках, в общем, все то, что нужно, Харрисон Форд явно одобряет. Мы снимаем волосы и видим два выражения лица, первое, как я уже сказал, с ухмылкой, и второе, это с дыхательной маской, если вы внимательно смотрели эпизоды, я думаю, вы знаете, что это появлялось в пятом эпизоде, когда они попали в желудок червя, в общем, там и у Леи есть такая маска, и у молодого Хана Соло. Ну и раз я уже затронул принцессу Лею, то мы сразу берем ее тоже, это молодая принцесса Лея, прическа то, что нужно, костюмчик то, что нужно, здесь вообще никаких пререканий, потому что за долгие годы компания Лего, она уже отточила свое мастерство именно на минифигурках Лего Стар Ворс, так что здесь, у меня минифигурка упала, так что здесь все в порядке, это, наверное, какой-то знак, так что здесь все в порядке, и с какими-то принтами вообще проблем никаких нет, сделано отлично. За долгие годы они, правда, прислушались к фанатам и сделали все замечательно. Первое выражение лица, оно спокойное абсолютно, и второе выражение лица с маской дыхательной, как я и говорил, то есть есть у нее и у молодого Хана Соло. Следующий это замечательный Ситрипио, еще с двумя руками своими, золотыми, не красная рука, как из новых эпизодов, он замечательный Ситрипио, крутой, он у меня уже, по-моему, есть в минифигурках, то есть у меня есть такая небольшая коллекция именно минифигурок по Звездным Войнам, и, кстати, это раньше одна из самых популярных серий была, то есть сейчас она немножко сошла на второй план, может быть, даже на третий, но раньше Звездные Войны были, наверное, у каждого подростка, мне кажется, потому что покупали их прям, ну, толпами, плюс еще Лего Игра вышла, Звездные Войны, которая взорвала именно рынок, вот именно своей интересностью, потому что Лего Игра что-то новенькое было, но сейчас не об этом. В общем, Ситрипио выглядит замечательно, здесь тоже ничего сказать, у него никаких сменных деталей, к сожалению, нет, но и так выглядит замечательно, хотя я хотел бы, чтобы в этот набор добавили еще и R2-D2, но почему-то этого не сделали. Следующий персонаж это смежный между Старой и Новой Гвардией, это Чубака, разумеется, он шикарен в любом своем проявлении, у него здесь есть в руках еще энергетический бластер, который стреляет, то есть если вы нажмете, вот эта маленькая красная деталька, она действительно вылетит, да еще и с какой скоростью, так что будьте аккуратны в глаза себе и драться. Другим людям не цельтесь. Чубака выглядит отлично, то есть у него специальный такой торс меховой с, естественно, таким поясом через плечо, то есть если мы его снимем, там ничего необычного нет, там просто коричневый торс, но сам Чубака выглядит замечательно, тут как бы, опять же, вы, наверное, эту минифигурку видели раз сто. Следующая минифигурка уже из новых эпизодов, это постаревший Хан Соло, у него такой же бластер, у него похожая одежда, но, конечно же, уже другая, у него есть курточка такая кожаная, седые волосы, если мы снимем волосы, то мы видим два выражения лица, первое это спокойное, уже без какой-либо ухмылки, немного даже, знаете, такое, грустное, мне кажется, и второе это разъяренное, очень зол на кого-то. Следующая минифигурка, это один из главных персонажей новой трилогии Звездных войн, у нее такой серебристый бластер, он действительно, знаете, блестит на солнце, или на свету переливается, в принципе, сам костюм довольно обычный, это балахон, который мы видели и в седьмом эпизоде, я думаю, эту минифигурку вы тоже видели или в наборах, или в обзорах, если мы снимем ее необычные волосы, кстати, волосы действительно уникальные, такие в лего, ну, по-моему, кроме нее нигде не появлялись, может быть, кому-то после нее еще давали, могу ошибаться, но я, по крайней мере, таких не видел. Если мы снимем, то первое выражение лица это такое спокойное, даже немного, скажем так, злое, ну, вот с какой-то такой ненавистью в глазах леговских, да, только я могу увидеть такое. И второе выражение лица как раз-таки более доброе, она здесь ухмыляется и немного улыбается. И последняя минифигурка, конкретно минифигурка, это Финн, тоже один из главных персонажей новой трилогии, у него куртка по Дэмерон, насколько я помню, да, ну, то есть это по Дэмерона куртка, тоже, или оранжевая у него тоже была, а, и ладно, наверное, по Дэмерона. У него винтовка в руках, если я ошибся, поправьте, волосы такого афроамериканца, в Лего их куча попадалась, два выражения лица, опять же, такое немного разъяренное, с оскальными зубами, и второе это, ну, недовольное, то есть у него поднятые брови, такой нахмуренный, в общем, недовольное лицо Фина. Угу. Следующая мини-минифигурка, наверное, это Би-Би-8, милейший, он всем понравился в седьмом эпизоде, но, к сожалению, в восьмом эпизоде, скорее всего, его затмят, и вы поймете кем, вы, наверное, уже видели в финальном трейлере восьмого эпизода, который получился очень интригующим. У него всего две детали, один большой кругляш, и на этом кругляше еще такая шапочка небольшая, в общем, ну, его главная голова, которая крутится на большом кругляше, вот это я объяснил. Следующая сборная фигура, это Майнок. Их ненавидят вообще, наверное, все водители вселенной Звездных Войн, потому что они сосут энергию, и, в общем, это не при... Это, знаете, как насекомый, только огромный и более страшный, больше на летучих мышей похоже. На самом деле, он не похож на Майнока, которые появлялись во вселенной Звездных Войнах, и там, по концептам, и так далее. Ну, именно леговская версия не очень похожа, но у него какие-то странные такие большие зеленые глаза, он больше реально на комара похож, или на какого-то другого насекомого, на муху, может быть. Но, это Майнок, я вас могу в этом уверить. И последние маленькие-маленькие фигурки, милейшие существа, наверное, уже самые милые во вселенной Звездных Войн, это порги. Их добавили в этот набор одними из самых последних, потому что они вот только в восьмом эпизоде появятся, их уже засветили на концепт-артах, на скринах они были. И вот еще в финальном трейлере их тоже показали, как он там кричит, этот порк. Но, естественно, это новое такое, знаете, новое милейшее существо, которое все будут форсить, потому что, вау, он такой милый, он такой классный. Ну, я не могу с этим не согласиться. На этом ролик заканчивается. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. Если вам было интересно, если вам понравилось, если вы такое видите впервые, да и лично для меня это впервые, потому что вот таких огромных наборов я еще точно не собирал и не знаю, соберу ли когда-нибудь вот в следующей жизни, может быть, только. В общем, поддерживайте лайком, если вам было интересно. Мне правда будет приятно увидеть много лайков под этим роликом. Оставляйте комментарии, там важно написать, понравился ли вам набор, то есть это, я не заставляю это делать, я просто говорю, что было бы неплохо это увидеть. И плюс какие-то детали, если я что-то забыл упомянуть или наоборот я где-то ошибся, то обязательно поправьте в комментариях, потому что я знаю, что среди вас есть более, скажем так, прошаренные люди именно во вселенной Звездных Войн. Ну и подписывайтесь на каналы. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok